Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как аналитическая философия. В общем, наконец-то мы перешли к современности. Всего 19 век остался в прошлом, 18-17 вместе с ними. А теперь мы переключаемся на современную философию. И современная философия у нас делится на два направления. Одно из них это континентальная философия, которая более полная, более разнообразная и относится непосредственно к континентальной части Европы. А есть аналитическая философия, которая занимается более узкими проблемами и мы с этим сегодня разберемся как раз. Поэтому такая последовательность, потому что аналитическую философию именно вот так вот тезисно разобрать будет несколько проще, чем континентальную. Так вот, аналитическая философия – это направление философских исследований в современной философии. Под современной философией понимается философия с 20 века до наших дней. Да, у философии такое странное немного понимание современности. Ну, то есть, современное – не то, что сейчас, а то, что было в 20 веке. В общем, да, философия 20 века и есть современная философия, по сути. Трудно сказать, что аналитическая философия представляет собой единую школу. Нет, единую школу она не представляет, так как позиции внутри этого направления довольно разнообразны. А представители аналитики ведут жаркие дебаты по определенным вопросам. Однако, можно процитировать Сергея Витальевича Никоненко, который называет аналитическую философию стилем мысли. И с этим вполне можно согласиться. Потому что это действительно не какая-то отдельная школа и не совокупность различных школ. Начнем с этого. Трудно определить аналитическую философию как нечто очень разнообразное и очень разномастное. Нет, это вещи, аналитические философы, они в целом придерживаются схожей методологии. И мы в этом, собственно, убедимся. У аналитических философов довольно похожие методы решения проблем. И также единое проблемное поле. Прежде всего, аналитические мыслители занимаются проблемами логики и языка. А также связи языка с реальностью. Ну, фактами, объектами, не знаю, много различных концепций по поводу вот этого реальности. Вот эта вот реальность называется разными словами. Иногда через слово факт передается, иногда через слово объект. Иногда даже с каким-то феноменологическим, в общем-то, критерием отсылается вот эта вот реальность. Ну, то есть, восприятие, только восприятие принято более-менее так объективно. В качестве основного метода используется доскональный разбор слов, высказываний, понятий и непосредственно объектов. Потому данное направление считается аналитическим. Напомню, что аналитический метод подразумевания как раз вот такой вот разбор. А аналитическая философия как раз этим разбором занимается в большей степени, чем все другие философские направления, стили мысли, если угодно, и философские школы в том числе. А представители аналитической философии занимаются таким разбором, собственно, по долгу, так скажем, своей службы. И, видимо, из-за своего названия они так этим и занимаются. В отличие от континентальной философии, распространенной на территории материковой Европы, аналитическая доминирует в Англии и Америке. Впрочем, не следует удивляться, что подавляющее большинство разбираемых нами в этой лекции мыслителей не являются уроженцами Англии или Америки. Ну, то есть, вот так вот получилось, что нет. Определенно, те мыслители, которые повлияли на становление аналитической философии, в том числе, в том числе не были англичанами и в том числе не были американцами. Но американцев и англичан в том числе кратает. Эмур, например, он тоже англичанин. И, конечно же, он чуть ли не один из основателей вот этого аналитического направления философии. Поэтому, ну, традиции английской философии в целом, если бы мы их рассмотрели так образно, в общем, конечно, мы бы пришли к выводу, что аналитическая философия многое черпает из традиционной английской школы. Это да, это действительно так и есть. Мы можем вспомнить Томаса Риды, известного с его здравым смыслом. И вы поймете, поймете, почему вот эта вот связка имеет место. Так вот, мы пройдемся исключительно по самым основным персоналям, чтобы вы могли получить некое крайне поверхностное представление об аналитической философии. В качестве отправных материалов использовались учебные пособия Блинова, Колесникова и Никоненко. Правда, относительно учебника Колесникова следует заметить, что те главы, на которые я опирался при составлении данной лекции, вот они как раз были написаны тем самым Сергеем Витальевичем Никоненко. Ну, все-таки он специалист данной области, и мы будем, в общем-то, ссылаться на него в том числе. Так вот, аналитическая философия, как было сказано ранее, восходит к логике. Но вот одним-то из тех вот мыслителей, который работал с логикой, не знаю, можно ли назвать Фрёге, Готлоба Фрёге, вот он, известный такой немецкий мыслитель, можно ли назвать его, в общем-то, аналитическим философом? В некотором смысле, да, в некотором смысле нет, это как бы притеча аналитической философии, за счет чего Готлоб в Фрёге стал притечой данного стиля мысли. В основе классической концепции имен собственных, сформулированной Фрёге, лежат понятия значения и смысла. Согласно этой концепции, всякое имя обозначает, называет, именует некоторый предмет. Да, называемый, в общем-то, значением, донататом или референтом, ну, неважно, имен, в общем-то, много, интерпретации, концепции и Фрёге, они, в общем-то, да, наплодили множество имен вокруг одних и тех же смыслов. Так вот, и каждая, в общем-то, концепция, всякое имя обозначает некий смысл, то есть, meaning, то есть, reference и meaning у нас такая вот пара получается. У одного имени есть одновременно и смысл, и значение. Вот у нас уже получается известный треугольник Фрёге, если что, такая штука называется треугольник Фрёге. Имя, смысл, значение. Да, вот она даже там где-то нарисована. Вот, знак, значение, смысл. Так вот, сейчас надо разобраться, что есть что. Так, то есть, всякое имя, с одной стороны, обозначает свой предмет, а с другой выражает свой смысл, который определенным образом характеризует значение имени. Так, как бы это всё пояснить хорошо? Хорошо, значение, значение, донатат, это то, что мы пытаемся обозначить. Палец, 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 там, не знаю, рука, 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 у неё есть значение рука, знак, это само слово, р-у-к-а, вот рука, это то, что обозначает слово рука. А есть невидимая рука рынка, например. Мы не можем сказать, вот она, невидимая рука рынка, это смысл определенный уже. То есть, слово рука может быть ещё и смысловое значение, то есть, у каждого знака есть несколько таких вот форм, в которых он может проявляться. У нас есть невидимая рука рынка, есть вот эта вот рука, откуда взялась, откуда, в общем-то, знак, знак чему нас отсылает, к руке. Есть невидимая рука рынка, она определенно отсылает нас тоже к руке, к этой, но это невидимая рука, как бы. То есть, это смысл. Смысл и значение. Такая вот пара противоположностей. Да, знак обозначает значение, но при этом он ещё может выражать смысл. Да, Фрёги в своей работе приводит там, не знаю, как Венеру называют обычно, пасходная звезда или что-то, я не помню вот это вот слово, как оно называется, но, в общем, да. У Венеры есть определённое такое символическое обозначение интересное. Ну, так вот, в общем, вот суть треугольника Фрёги. У нас у каждого знака, знак, то есть, это может быть буква А, это может быть слово Звезда, это может быть слово Рука, неважно. По знакам может быть любая совокупность букв в данном случае. Или одна буква, или один символ даже. Есть обозначение, есть смысл. Вот такие вот построения логические позволили будущим мыслителям, как бы именно аналитической школы, сводить всевозможные, в общем-то, выражения к математическим формам, что позволило развить математическую логику. И это тоже очень хорошо. Так вот, давайте-ка ещё немножко разберёмся, тут даже в тексте небольшое объяснение есть. Например, знак «Учитель Александра Македонского» при условии, что известное значение слов «Учитель Александр Македонский» обозначает древнегреческого философа Аристотеля. Вот, обозначение Донатат. Связь между именем и его значением, именем, его значением и смыслом принято изображать в виде семантического треугольника. Вот мы его уже увидели. Ну, здесь всё, в принципе, просто. Концепция треугольника Фрёги, она довольно-таки простая. Знак, смысл, значение. Всё. Здесь мы разобрались. Следующий очень важный мыслитель для аналитической философии – это Джордж Эдвард Мур. Он в своё время, в общем-то, очень так недурно не спровергал идеализм, господствовавший в то время в англоязычных странах. Да, он критиковал, в общем-то, известного мыслителя своего времени, идеалиста, написал текст «Опровержение идеализма». Да. И опирался при этом на плюралистический реализм. Мур противопоставлял его монистическому идеализму. Он противопоставлял ещё монистическому идеализму аналитический стиль мышления, и благодаря этому стал основателем нового философского направления, по сути. В анализе Мура лингвистическая философия уже не занята логическим структурированием предмета и приведением его к нормам языка. Как это, например, делает Рассел. Но предметы речи расчленяются философскими тезисами для того, чтобы уменьшить их до самых простых рабочих тезисов. Ну, то есть, мы измельчаем общие большие понятия, какие-то смыслы, и у нас получается нечто. Нечто. Ну, в общем-то, по сути, это и есть метод аналитики. Не то, чтобы даже только аналитической школы. Любой аналитический метод занимается чем-то подобным. А бесспорно доказывает он, истина П состоит из его соответствия факту. Факт — это слово, которое будет очень часто повторяться впоследствии. В аналитической философии любят они слово «факт». Ещё они любят слово «здравый смысл». Это мы тоже обсудим. Так вот, факту... Так вот, повторим. Бесспорно доказывает он, что истина П состоит из его соответствия факту. И что полагать, что П — истина, значит полагать, что П соответствует факту. Ну, вот такая вот концепция интересная в данном случае. Потому что предыдущие концепции истины, они, понимаете, немножко отличаются. Немножко отличаются. У Аристотеля обычно общая концепция истины. Истина — это что-то единое, что-то одно, что-то большое. Отдельно взятые факты не могут быть истиной. А вот, согласно аналитическим мыслителям, могут. Так вот, философская проблема состоит в том, чтобы дать исчерпывающее объяснение вот этого вот соответствия факта и истины П и истины факта. А мы не должны позволить, чтобы какой-либо философский аргумент, сколь бы трудным ни казалось его отразить, убедил нас в том, что на самом деле нет такого соответствия. Мы знаем, что оно есть, хотя и не знаем, как описать его природу. Откуда-то они все знают, да, эти аналитические философы, они откуда-то знают, что есть вот это вот соответствие. Интересно. Интересно, но вот это такая вот установка, такая предустановка у аналитической школы. Есть такая определенная вера, которая лежит в основании аналитики, что есть вот такая вот связь. Связь между истиной и фактом. Факты мы можем наблюдать, и факты явно не особо уж интерпретируются, судя по всему. У нас есть факты, и факты переходят в истину. Эту связку философия должна обязательно доказать. Аналитическая философия. Так вот. Он также рассуждал о Юме. Ну, Юм известен своими агностическими взглядами. Как трудно прилагательный бывает все переводить. Так вот. Если принципы Юма были бы истинными, то я не мог бы знать, что этот карандаш существует. Но я знаю, что этот карандаш существует, а потому аргументы Юма не могут быть истинными. Отличные доказательства. Просто совершенно. Я не знаю. Мур называет основательным доказательством существования внешних вещей тот факт, что мы можем указать на такие объекты. Я могу доказать сейчас, что две человеческих руки существуют. Как? Я поднимаю вверх две своих руки и говорю, жестикулируя правой. Вот одна рука, вот другая рука. Ух! Какие доказательства прекрасные. На самом деле дело в том, что мы опять же возвращаемся к треугольнику Фрёге здесь. Только уже у нас вместо знака у нас значение и знак. У нас есть вот два таких вот функционала. Вот у нас знак, значение. Я говорю, рука есть. А почему я говорю, что рука есть? Вот потому что я могу на неё указать. Потому что у нас есть значение и обозначение руки. Во многом здесь пересечения такие имеются. Это довольно-таки в принципе логично, особенно базируясь на научной философии, философии эмпиризма, вот такие вот утверждения делать. Но проблема заключается в том, что эмпиризм может быть подвергнут сомнению, критике. И поэтому мы в принципе вынуждены предположить, что аналитические философы преимущественно основывают свои суждения на вот таких вот постулатах. На таких вот положениях, которые дают им право полагать, что рука точно есть. Точно наверняка мы знаем, что она есть. Важно это доказать, конечно, но она есть. Успокойтесь, философы, хватит болтать. А вот рука точно есть. Карандаш тоже точно есть. И мы не будем там рассуждать, в каком смысле они есть. То есть Джордж Эдд Мур, он на самом деле не то чтобы был таким большим разработчиком логики. Да, у него есть много интересных наработок. Но он знаменит как раз именно неспровержениями идеализма и вот такого вот юмовского агностицизма, дефискиптицизма. Трудно вот так вот определить юма тоже, мы об этом тоже говорили. Но дело в том, что дальше мы будем иметь дело преимущественно с логиками. Такими уж прям вот совсем логиками, логиками-лингвистами философскими. И один из них это Бертран Рассел. Довольно известный мыслитель. Может быть многие читали его книжку по истории философии, которая на самом деле, ну не очень, честно говоря. Лучше его рассматривать как такого логика, логического мыслителя аналитического. Он выступал за антологический плюрализм, согласно которому действительность состоит из различных сущностей. Поэтому аналитическое различие деталей не вносит никаких изменений. Через обоснование плюралистического реализма Рассел приходит к математической логике. Заметьте, математическая логика. У нас тут имеется действительно переход от такого треугольника треоги, от таких логических операций, более-менее старых, которые возникли в конце 19-го, начале 20-го века. Они переходят постепенно, в общем-то, к математической логике. Этот шаг имел эпохальное значение, поскольку Рассел в качестве главы нового философского направления был наилучшим образом подготовлен к тому, чтобы заинтересовать широкие круги философов современной формой логики. Да, и он оказал, в общем-то, большое влияние на всю современную философию. Подходящий языковой инструмент Рассел находит в такой логике, которая с середины 19-го века разрабатывалась именно математиками. Эта логика не ограничивалась рассмотрением объемов понятий, да, согласно субъектно-предикатной схеме. А исходило из одно и многоместных функций типа x есть число, x следует после u и так далее. Кстати, вот вся вот такая вот аналитическая логика, аналитические построения, они действительно будут строиться вот на таких вот буквах. Там действительно просто появятся одни буквы. Логическое рассуждение, его правильная форма, исследование его правильной формы может как раз и вестись без каких-либо слов вообще в принципе. Поскольку математика в каждом предложении говорит об отношениях, как, например, быть больше, быть меньше, следовать за и так далее, постольку это было как раз то, в чем нуждался Рассел. Ну, это то, что и нужно логике, по сути, было того времени. А поэтому он и создает учения о многоместных функциях логики отношений. В связи с интерпретацией Расселом прадикатных знаков следует выделить три пункта. Его интересуют не универсалии, а индивидуальные сущности. Мы помним уже, что такое универсалии с философией средневековой, я думаю. И мы понимаем, что такое индивидуальные сущности как таковые. То есть у нас есть какие-то атомарные значения, какие-то атомарные предметы. Не знаю, любой предмет, который находится у вас в помните, вот она индивидуальная сущность. А что такое универсалия? Это попытка взять и объяснить вот этот вот предмет, как соединить его со всеми другими предметами из этого класса, и очень-очень много о них рассуждать, и говорить, что вот это вот нечто существует отдельно, вот эта вот общность. Так вот. Поскольку теория классов приводит к трудностям, то он пытается обойтись без классов. Да. Предникативные выражения он не считает подлинными и именами. К наиболее фундаментальным убеждениям Рассел относится Аристотелева концепция истины как соответствие фактам, согласно которой структура истинных предложений соответствует структуре фактов. Ну, уже было. То есть это будет повторяться у многих аналитических мыслителей впоследствии. То есть это вполне так нормальная концепция для аналитического стиля мысли. Благодаря замене естественного языка точным, формализованным языком, Рассел получает возможность с помощью явных определений, или с помощью определений употребления, сделать большое количество слов, и, следовательно, сущности необязательными. Однако он сохранил первоначальную точку зрения в отношении всех неопределяемых знаков. Так вот, что у нас здесь имеется в данном предложении, давайте попробуем разобрать. Благодаря замене естественного языка. Что такое естественный язык? Это язык, который образовался, в общем-то, сам по себе. Русский, английский, не знаю, китайский, традиционный. Вот эти языки, которые образовывались естественным путем, они не создавались специально для исследований каких-то. Они не были чисто формальными, чисто точными, поэтому в них имеются различные понятия, которые просто не имеют смысла по аналитической школе. Просто вот не имеющие смысла понятия. Мы будем, опять же, сталкиваться с этой проблемой из раза в раз, потому что аналитические мыслители будут обвинять, например, философию в бессмысленности, метафизические предложения в бессмысленности. А почему метафизические предложения бессмысленны будут для аналитической школы? Потому что нельзя указать вот эту метафизическую сущность, вот так вот пальчиками сказать, вот она, вот рука, а вот метафизическая сущность мы не можем указать. Вот таким же образом и работает отрицание некоторых значений, вот неопределяемых знаков, так скажем, здесь выражено слово неопределяемых знаков, но мы здесь будем говорить о каких-то метафизических вещах или о вещах, которые просто не имеют смысла. Не могут быть помещены в предложения атомарные, не могут достать частью вот этого вот идеального, прекрасного формального языка, которым как раз и работал Рассел. Подобно Лейбницу, он был убежден в том, что каждое положение дел в конечном счете может быть описано предложением, содержащим точно только базисные знаки, каждый из которых обозначает определенную простую сущность. Собственно, от этого, из этого и развивается теория Расселовского атомизма, которую он пытался, в общем-то, создать. Такой атомарный язык, в котором у каждого слова будет только одно значение. Не будет каких-то общих значений, не будет каких-то там вот этих вот невероятных метафизических сущностей. Это будет такой вот атомарный язык, в котором у каждого слова есть конкретное значение, и всем вот этим вот можно оперировать и получать истину, которая соответствует фактам. По мнению Рассела, отдельному слову во всех случаях должна соответствовать одна и та же сущность. То есть сущность должна быть платонически универсальной. Ну вот это вот, не знаю, из учебника фразы была, сущность должна быть платонически универсальной, я бы ее, наверное, убрал. Но неважно. Вот суть. Человек работает раз над логикой, два над языком. И это очень характерно для аналитической философии. Возможность составить вот эти вот правильные предложения, с помощью которых логически непротиворечиво мы можем оперировать фактическими данными. Вообще надо понимать, что наука как таковая. Аналитическая философия очень комплементарна к науке. Начнем с этого. Но при этом наука практически не учитывает данные вот этой вот философии. И в этом тоже заключается такая большая проблема. Ну то есть, кто слышал об атомарной теории Рассела из ученых, там физики и биологи руки, поднимите, пользуйтесь вы ей. Как часто используете атомарные предложения? Расскажите мне, пожалуйста, об этом. Но вряд ли многие этим пользуются и вряд ли многие об этом вообще слышали. Ну вот комплементарная такая к научной парадигме аналитическая философия, да, она занимается разработкой идеального языка в том числе. И Рассел был одним из таких законодателей мод. А вот и Людвиг Витгенштейн. Один из самых популярных мыслителей, аналитиков. Собственно, человек невероятно интересный. И, наверное, из всех аналитических мыслителей на него чаще всего ссылаются представители континентальной философии. Но это с одной стороны. А с другой стороны, он самый странный из вот этих вот аналитических мыслителей. Если мы рассмотрим его тексты, например, «Логика. Философский трактат». Эта работа, не знаю, в духе, наверное, Ницше, потому что она состоит из афоризмов. Это такая интересная работа, в которой мы сталкиваемся с довольно-таки иногда парадоксальными предложениями, которые еще надо расшифровывать. Возможно, поэтому популярность Людвига Витгенштейна вот и была обусловлена логикой-философским трактатом. Поскольку он довольно-таки странный. Он действительно странный. То есть сказать, что это строгая математическая работа, вроде как, или суперлогическая какая-то интересная работа, как это было у Рассел или у Мура, что там какая-то очень тонкая-тонкая аналитика проведена именно в логиках в философском трактате. Нет, это нельзя. Следующий его текст более интересный в этом смысле. И более последовательный, и выдвигает более интересную теорию языка, чем в логике-философском трактате. Но этот трактат, он действительно завораживает. Я рекомендую его прочитать. Это короткий текст довольно-таки. Ну и вы поймете, почему я на нем так вот выражаюсь. То есть он действительно, он больше, наверное, похож на афоризмы Ницше, который при этом вступил в аналитическую школу. Да, стал мыслить аналитически. Но при этом есть различные возможности трактовки этого текста, в общем-то, как угодно его можно трактовать. И вот эта вот, видимо, массовая возможность ссылаться на него в разных смыслах и дает эту популярность невероятную Людвигу Витгенштейна. Он выдвинул программу построения искусственного идеального языка, прообраз которого язык математической логики. Ну, то есть, видим, здесь тоже все по стандарту. В целом, Людвиг Витгенштейн, на самом деле, он, если брать в общих положениях, он не такой странный. В частных начинается уже странность как раз. Язык и мир – центральные понятия всей философии Витгенштейна. В трактате они предстают как зеркальная пара. Язык отражает мир, потому что логическая структура языка идентична антологической структуре мира. Вообще-то, вот это все, наверное, надо было бы доказать хорошо. А проблема его трактата, вот этого самого первого, о котором я говорю, она заключается как раз в том, что там доказательств практически нет. Там как раз афоризмы, которые вполне соответствуют аналитической школе. Мир состоит из фактов. Там афоризмы в этом духе тоже имеются. Одни из объектов, как полагается в большинстве философских систем. Мир представляет весь набор существующих фактов. Факты могут быть простыми и сложными. Тоже здесь все довольно-таки понятно. Объекты – суть то, что вступает во взаимодействие, образует факты. Объекты обладают логической формой, набором свойств, которые позволяют им вступать в те или иные отношения. В языке простые факты описываются простыми предложениями. Они, а не имена, являются простейшими языковыми единицами. Сложным фактам соответствуют сложные предложения. Весь язык – это полное описание всего, что есть в мире, то есть всех фактов. Язык допускает также описание возможных фактов. Так, представленный язык целиком подчиняется законам логики и поддается формализации. Все предложения, нарушающие законы логики или не относящиеся к наблюдаемым фактам, бессмысленны. Опять же вспоминаем, что философию очень часто мыслители аналитической школы считают бессмысленными. Метовидчики, существа, считают бессмысленными. Вот как раз почему они это делают. Вот, собственно, исконная причина. Потому что мы смотрим на факты, на объекты и факты, на то, что мы наблюдаем. И есть определенная связь этих фактов с языком. А только мы начинаем обнаруживать некое несоответствие, то это дает возможность аналитическим философам говорить, что выражения, которые использует данный философ, не имеют смысла. Ну, то есть, да, они просто какие-то странные. Так бессмысленными оказываются предложения этики, эстетики и метафизики. А то, что можно описать, может быть сделано. При этом Эдгейштейн отнюдь не намеревался тем самым лишить значимости области, которые его самого волновали чрезвычайно, но утверждал бесполезность в них языка. И поэтому у него есть известная такая цитата, о которой мы здесь привели. О чем невозможно говорить, о том следует молчать. Да. Очень такая интересная фраза. То есть, действительно, все, о чем мы здесь рассуждали, эстетика, этика, это не значит, что мы должны отказаться от них, потому что они бессмысленные и не могут быть адекватно выражены языком. Нет, нам стоит о них молчать, но при этом никто нам не запрещает пользоваться этическими постулатами, например. Так вот, философы Венского кружка, для которых трактат стал настольной книгой, не приняли вот этого вот последнего факта, развернув программу, в которой бессмысленное стало тождественным подлежащему элиминации. Это стало одной из главных причин, побудивших Витгенштейна пересмотреть свою философию. То есть, да, действительно, вот эти вот все позиции Витгенштейна, его результаты, они в итоге, в том числе, в том числе, ну, у Рассела это тоже было, получается, и у Мура это было, вот такое отрицание философии, не являющейся аналитической, причем радикальное отрицание. Если Витгенштейн все еще не отрицает философию, по сути, он просто отводит ей область, в которой вот эта философия может заниматься языком, языковыми проблемами, языковой философией, лингвистикой, лингвистической философией, то многие другие мыслители венского кружка, они наоборот считали, что все, с философией покончено, с любой другой философией, кроме аналитической, может быть уже покончена, она бессмысленная, она не должна просто существовать, это отвратительная глупость, в ней нет осмысленных предложений, она на этой философии не опирается на факты, ну, все, до свидания. Опирается на какие-то фантазии, мифотворчество, например, и отсюда ведется многочисленная критика с точки зрения аналитической философии. Но после пересмотра Витгенштейна, на своих взглядах, у него получилась довольно интересная концепция языковых игр. Да. Язык понимается уже как подвижная система контекстов, что действительно уже намного интереснее, чем было раньше. То есть у нас нет вот этой догматической веры в то, что язык, факт, они обязательно связаны, и то, что форма языка отражает антологическую форму мира, это еще не доказывает, это как бы, ну, довольно интересная, да, позиция, довольно, ну, вызывающая интерес, и хочется узнать, а как она доказывается? А никак. На самом деле она не доказывается, и в этом тоже заключается колоссальная проблема. Это как у Парменида, знаете, бытие соответствует форме мышления. А почему? А потому что я слетал на колеснице, там к богине какой-то поговорил с ней, и в итоге вот, я все узнал. Ну, Генштейн только так же, только он не говорит, каким образом он добыл в первом своем тексте вот те вот положения. Новые положения более интересны. Они, главное, меньше подлежат критике, их сложнее раскритиковать. Концепция языковых игр действительно подразумевает, что есть множество языковых игр. У каждого сообщества, например, есть какая-нибудь своя языковая игра, в которой оно и играет. Ну, и то есть, получается, что с помощью этой концепции он действительно многое объясняет именно в речевых актах различных. То есть, наверное, отсюда и начинается исследование речевых актов как таковых. То есть, то, что существуют не только те речевые акты, которые исследуют преимущественно истину, факт, соответствие факта языка. Нет. Появляется такая философия, которая изучает еще и вообще язык как таковой и уже в системе общения. То есть, язык это не только орудие для нахождения истины как таковой. Это орудие для общения. В том числе. А общение может происходить в том числе с помощью таких терминов, которые многие аналитические философы считают бессмысленными, но при этом другие люди понимают эти слова, как-то общаются друг с другом, получаются какие-то своеобразные в общем-то способы обменяться этими словами. Эти слова могут вызывать какие-то эмоции друг у друга, у людей могут вызывать эмоции, они обмениваются словами и получается такая языковая потрясающая игра, которая не входила до этого, но в описании в прошлое его системы. То есть, то, что вот та его система действительно упускала вот этот момент, ну, действительно делала ее несколько более слабой. И впоследствии, кстати, аналитическая философия начнет разбираться в том числе с актами. А это мы разберем уже философию Остина чуть-чуть позднее. Так вот. Фух. Прояснение правил употребления языковых единиц и устранения противоречий и составляет задачу философии. Новая философия Витгенштейна представляет собой скорее набор методов и практик, а не теорию. Он сам полагал, что только так и может выглядеть дисциплина, постоянно вынужденная приспосабливаться к своему меняющемуся предмету. Ну, то есть язык и языковые игры, главное, они постоянно меняются. Ну, вот, например, раньше не было слова «мем». Не знаю. Не было целой плеяды таких терминов, которые сейчас используются в современной массовой культуре. Анализировать их с помощью вот старой философии Витгенштейна невозможно. Потому что предложения, которые делаются людьми, которые используют язык массовой культуры, они бессмысленны с точки зрения истины, они не являются соответствием факта истины, факта и мира. Там факт и мир, они находятся вообще где-то вот очень-очень далеко, в общем, они находятся. Поэтому у нас, например, возникает философия, с одной стороны, во Франции, континентальный Бодрияра, где все описывается с помощью гиперссылок, а с другой стороны, Витгенштейна, который описывает все с помощью языковых игр. И вот так развивается философия языка в разных регионах с мыслителями, которые не очень хорошо друг с другом даже взаимодействовали. А вот и Мориц Шлик. Основатель Венского кружка, очень знатый такой человек, если не ошибаюсь, он заведовал кафедрой индуктивной логики. А, да. Шлик не только придерживался характерного аналитического взгляда на философию, а как на поиск значения. Поиск значения, вот это тоже очень важно. Ну, то есть, опять же, возвращаемся к товарищу Фрёге. Вот он здесь, стоит со своим значением. Вот его значение, да. Мы ищем значение. Знак, смысл, всё окей, всё хорошо. Всё хорошо. Знак, смысл, вот эта пара, она довольно-таки лёгкая. А вот знак и значение, донатат, истина, факт, вот они вот сюда попадают, как бы. И с ними приходится работать. И философия, с точки зрения аналитической мысли, должна как раз работать с значением. Он также активно, Морец Шлик, отстаивал логико-позитивистский тезис, что значение следует приравнивать к проверяемости. Ну, то есть, научная философия. Ну, в принципе, неудивительно от индуктивиста вполне вот такой тезис. Да, действительно. Ну, то есть, вполне соответствует духу индуктивной логики. Однако он чувствовал, что этот тезис следует сформулировать с осторожностью. Некоторые члены Венского окружка считали, что значение следует отожитлять с фактической проверкой. Они были подвергнуты критике Льюисом, указывающим на то, но тут про Льюиса много. Так вот. Шлик утверждал, что он никогда не был склонен ограничивать значение верификацией. Он всегда считал, что значимое следует отожитлять с тем, что может быть проверено, то есть с проверяемым. А при этом пределы возможности такой проверки определяются не физической достижимостью, как это было, как это, так как и не было известно, могут ли расширяться границы этой достижимости и насколько могут. Единственным пределом проверяемости является логическая возможность. Таким образом, поскольку можно представить себе условия, при которых высказывания о другой стороне Луны или о бессмертии Души могут быть проверены, эти высказывания действительно осмысленны безотносительно к их истинности или ложности. Ну, он предлагает такой вариант определения осмысленности. Не обязательно видеть то, о чем мы говорим, не обязательно указывать на это вот так вот пальчиком и говорить, ой, ручка, смотрите, у меня рука есть, у меня есть рука, у меня есть рука. Да, и другие предложения тоже, оказывается, могут быть осмысленными, по мнению Морица Шлика. Свою философскую концепцию Шлик именовал последовательным эмпиризмом. Он полагал, что проблема познания сущности бытия бессмысленна, и мы предмет философии не искание истины, но исследование значения или другими словами пояснение содержания научных суждений. Да, опять же, вспоминаем, что аналитическая философия крайне комплементарна к науке. Если мы берем, в общем, континентальную философию, то там, в общем, через одного мы встречаем антисиентиста. А если мы берем аналитическую, то мы через одного встречаем сиентиста, такого радикального. Морица Шлик, такой радикальный сиентист, да, он полностью за науку и за проверку, за пояснение научных суждений с помощью аналитической философии, с помощью философии, в том числе языка, поиска значения вот этого вот. А относительно антисиентистов континентальных, в общем, по традиции, завтра все очевидно. Гуссель-антисиентист, Хайдеггер-антисиентист, не знаю, практически все постпозитивисты-антисиентисты, ну, то есть, практически все великие философы 20-го века континентальные антисиентисты, по сути. Ну и это, наверное, обусловлено как раз оригинальностью мысли, оригинальностью изобретения метода. Аналитическая философия более стандартна в данном случае, она более принадлежит как бы к науке. Можно даже сказать, что если философия в средние века была служанкой богословия, то аналитическая философия в современности это в некотором роде служанка науки, которая позволяет оправдывать научные суждения перед другими философскими школами. Все аналитические суждения тавтологичны, а все синтетические суждения апостериорны, эмпиричны. Единственное, опыт является источником нашего познания. В этом позиции Шлика утвердила теорию относительности Эйнштейна, которая свела на нет априоризм кантовского пространства. А физическое пространство является понятийной конструкцией, заявил он. Шлик также разработал проблему верификации, как редукции к опыту. Законы природы не могут быть совершенно верифицируемы, поэтому их следует воспринимать как гипотезы. Вместе с тем он интересовался этическими вопросами, трактуя их с эмпирических позиций, через различия желания и нежелания. Вот такой был мыслитель Мориц Шлик. Ну то есть здесь тоже все понятно, если мы очень так внимательно проанализируем их позиции в этих всех мыслителей, мы конечно найдем некоторые разницы, достаточно большие. Но все это действительно создается в одном таком духе. Потом еще повторяется и происходит спор уже насчет различных частных вопросов. Причем настолько частных, что вот не специалист, не специалист в аналитической философии во многом не будет разбираться, в чем там различие между разными аналитическими философами. Но только разве что если в терминах, в некоторых добавлениях каких-то, которые вот со стороны смотрятся действительно разными. А так они действительно очень похожи. Я не то, чтобы это какой-то упрек, просто это очень хорошо проработанная философская система, в которой мыслители действительно занимаются одним проблематическим полем с помощью одних и тех же методов. И даже терминов. Рудольф Карнап. Еще один мыслитель, принадлежащий к Ивенскому кружку. Ну его в общем-то теоретические достижения такие. Проблема заключается в проведении анализа прослеживающего, начиная с объектов шаг за шагом, значения наших высказываний. Таким образом, чтобы в конечном счете надежно обосновать эти высказывания на эпистемологически элементарной основе, например, мое высказывание о сознании другого лица, можно свести к высказываниям о моем наблюдении его поведения и в конечном счете обосновать в терминах высказывания о моем непосредственном опыте. В соответствии с этим, в задаче теории познания входит, с одной стороны, исследование характера отношения, с помощью которого наши высказывания об объектах сводятся к более элементарным высказываниям, и с другой стороны, указание основных объектов этого процесса. Здесь тоже, опять же, все просто с той точки зрения, что мы, опять же, работаем с объектами, опять же, работаем с эпистемологией. Опять же, мы работаем с опытом, конечно же, с опытом, да, и пытаемся составить правильное, в общем-то, построение предложений. Ну, давайте рассмотрим этапы этого процесса. Основанием, на котором должна покоиться структура знания в целом, не являются, как иногда предполагают, основные психологические факты. Фу, блин, предложение составлял автор этого учебника, мне не нравится, я так просто никогда не пишу, они не очень хорошо звучат, ну ладно. Общие для всех человеческих существ, так вот, так как утверждение этих фактов само должно опираться на менее объективные основания. Основными элементами являются, скорее, элементы непосредственного опыта в их индивидуальном единстве. Хотя такой опыт субъективный, его нельзя исключать как салептистический или как ограниченный рамками «я», ибо понятие «я» является понятием класса, который возникает только на более позднем этапе. Непосредственно опыт есть данность, которая не зависит от этого сложного понятия. Ну, то есть, мы здесь можем уже рассмотреть, что Рудольф Карнап занимается в некотором роде феноменологией. Феноменология, которая отличается от феноменологии Гусселя, определенно. Определенно отличается, но он разбирает данность. Данность как таковую, которая лежит за пределами субъективности, за пределами «я», за пределами всевозможных концепций. То есть, у нас есть нечто, что мы воспринимаем как феномен. Например, вот вы видите меня. Я для вас сейчас представлен феноменально. Я являюсь для вас. Я для вас есть некое явление. Вы воспринимаете это явление, воспринимаете мои слова, слышите что-то параллельно с этим. То есть, вы непосредственно имеете какую-то данность, которая находится за пределами всех ваших концепций, представлений о мире и за пределами вашего даже понимания языка. Если бы вы не понимали язык, не имели никаких представлений о мире и не имели никаких бы представлений о «я», вы бы все равно, будь вы котом, например, сели бы перед монитором и увидели меня. Да, в каком-то виде все-таки я бы предстал перед вами. Я бы говорил. И вы бы это как-то тоже воспринимали каким-то образом. В общем, такие вещи есть. Это данности. Продолжаем разбирать теорию Карнапа. На базисном уровне опыта сходство в памяти дает следующие конструкции, каждая из которых покоится на предшествующей области качеств, классы качеств, сходство качеств, классы ощущений и так далее, так далее, так далее. В общем, из базисного уровня опыта следуют следующие более сложные конструкции, которые возникают у нас... Клавия... Да. Над уровнем высказываний о физическом мире находится уровень высказываний об опыте других людей. Эти последние высказывания в конечном счете переводимы на язык высказываний о физическом мире. Высказывания этого уровня строятся из наблюдений поведения других людей вместе с аналогиями, полученными из нашего собственного опыта. И они всегда сводимы к высказываниям в физических терминах о поведении. Над уровнем высказываний о чужих сознаниях находятся высказывания о культурных и социальных отношениях, в свою очередь сводимые к высказываниям о чужих сознаниях. Эти высказывания, как и все остальные, в конечном счете основаны на высказываниях о непосредственном опыте и полностью определимых в терминах этих последних. Так вот, у нас такая небольшая система, в которой есть что-то выше, а есть что-то ниже, есть что-то у базиса, в основании. Опыт, например, опыт, опыт на опыте уже у нас находятся вещи, которые появляются, запоминаются в памяти, это качество, классы, сходство к качеству и так далее. Выше у нас идут уже высказывания другого рода, например, о физическом мире и о других людях в том числе. Такая система высказываний. Следующий мыслитель, которого мы рассмотрим, это Альфред Айер. Философские взгляды Айера сформировались на основе неореализма Рассела, да, австрийского позитивизма и британской традиции империзма. Так вот, в его поздних работах как раз характерна тенденция к лингвистической философии. Он различал предложения аналитические, то есть априорные, и синтетические, то есть эмпирические. Физические объекты он понимал как логические конструкции из чувственных данных. То есть, да, у нас есть чувственные данные, они соответствуют определенным логическим конструкциям. Интересно. Ну, то есть, понимаете, вот для аналитического философа крайне важно, невероятно важно связать мир и логическую структуру, структуру языка. Если мир не будет преподноситься в языке, то как бы аналитическая философия все, пух, пух, и разлетелась. Ничего не значит она. Если вот этого вот различия, если вот этого единства языка и мира не будет, если физические объекты не будут, в общем-то, как-то выступать внутри логических конструкций, если это не является каким-то важным, познавательным, в общем-то, фактом, то все, конец. Конец. Поэтому практически все аналитические философы догматически признают вот это вот положение, что физические объекты, в том числе логические конструкции чувственных данных, например. Здесь такая интерпретация этого. Это все нас относит к тем же самым терминам, которые были ранее у других мыслителей, которых мы уже разобрали. Ну, то есть, как у Витгенштейна факт соответствует миру. То есть, язык и язык, и факт, они тоже связаны. Фактическая структура языка и структура мира, они очень-очень-очень друг с другом пересекаются тесно. Они как-то не доказываются, но если просто как-то это убрать, то вся аналитическая философия превращается в ничто. Ну, то есть, если вот этого постулата вначале аналитической философии не будет, ну, все, логикой мы больше не занимаемся и язык не анализируем. И что тогда остается? Анализ опыта, может быть, только. Ну, и то тут возникают проблемы, а с помощью чего нам анализировать опыт, если мы остались без логики языка? Да. Так вот, вернемся к Айру. В теории познания разрабатывал понятие верификации. Он различает сильные и слабые принципы верификации. Высказание является верифицируемым в сильном смысле термина только и только тогда, когда его истинность может быть решающим образом установлена на опыте. Но оно является верифицируемым в слабом смысле, если опыт может сделать его вероятным. По мнению Айра, из этого принципа следовало, что положение метафизики, теологии, эстетики и этики буквально бессмысленны, и потому не могут быть ни истинными, ни ложными. Он писал, что все метафизические утверждения истинны. Давайте-ка еще раз немножко разберемся с сильным и слабым, но вдруг кто-то не понял. Так вот, в сильном смысле верифицируемое предложение какое-нибудь, не знаю, допустим, вот у меня есть бутылка с водой. Бутылка с водой. Если я отпущу руку, что с ней случится? Она упадет. Вот моя теория, допустим. Мое предложение. Бутылка упадет, если я отпущу ее. Проверяю. Упала и ударила мне по ноге. Ожидаемо, ожидаемо. Я верифицировал свое предложение. Я молодец. Я могу, в общем-то, потом попить воду или сжечь бутылку, потому что было больно сейчас, на самом деле. Так вот, слабый принцип, это уже что-то вероятностное. Ну вот, допустим. Нет, сейчас я не хочу в теорию революции лезть, потому что там, на самом деле, вероятностное, на самом деле. Но многие аналитические философы и вообще санитисты с этим не согласятся, поэтому давайте, не знаю, как-нибудь обойдем это. Давайте вот слабый рефикационный принцип. Я, например, говорю. Завтра, завтра будет хорошая погода. Потому что, не знаю, по каким-то причинам, в общем-то, по каким-то причинам завтра будет хорошая погода. Например, я метеоролог. Я предсказал, вот облака двигаются таким-таким образом. Они будут вот здесь, вот над Санкт-Петербургом, вот в это время. И вот тут пойдет дождь, приблизительно вот в это время. А он не пошел, на самом деле. Это вероятностная верификация будет в данном случае. То же самое относится к теориям. То есть, если мы можем подтвердить теорию на 100%, это сильно. А если она после вот этого подтверждения остается вероятно, то это слабо. Ну, причем, некоторые теории просто не могут быть подтверждены сильные верификации. Просто вот принципиально не могут. Так, также Айр считал, что религиозные утверждения о существовании Бога, не истины и не ложной, а лишены значения. Это метафизические псевдоутверждения. Точно так же лишен значения и атеизм, утверждения которого Бог не существует, а не зависят от религиозных утверждений. В то же время, этические и эстетические суждения, а также некоторые суждения религиозного характера, могут иметь эмотивную нагруженность, являясь выражением внутреннего мира, высказывающих их людей, то есть составляющих предмет психологии. А вопрос, который не относится к теории Айра, это вот просто вот так со стороны. А если мы попробуем так же отнестись к теории Бога, например, ну вот Бог, то же предмет психологии, допустим. Почему бы и нет? Ну то есть, почему мы оправдали, не знаю, этику и эстетику, а при этом теологию мы не оправдали таким же образом, хотя это очень легко сделать. Прямо вот невероятно легко, ну потому что концепции Бога возникли во многих местах, как бы. И, наверное, это что-то да значит. Это не значит, что эта концепция истина, конечно, но это, по крайней мере, значит, что она имеет какую-то психологическую основу, наверное. И некую эмотивную нагруженность, некоторую смысловую нагруженность она тоже имеет, некоторую образную нагруженность разные теории божества тоже имеет, и поэтому мы не можем просто так взять и сказать, что это бессмысленно вообще во всех смыслах. Ну, видимо, Айра потом тоже немножко, ну, покритикует за это в истории философии, я думаю, покритикует. Да. Так вот, что он писал, его цитаты. Моральные суждения не имеют объективного значения в силу их недоступности эмпирической проверки. Ну, то есть, вполне адекватное предложение в рамках аналитической философии. Этика сводится к изучению того, что нам нравится и что не нравится, и нового значения понятия добра и зла в сущности не имеют. Если наука без философии, можно сказать, слепа, то философия без науки фактически пусто. Ну, то есть, вот, опять же, комплементарное отношение к науке. А почему? Потому что эмпирические суждения, эмпирика, проверки, верификации и так далее, и так далее, и так далее. Ну, научный искусств в целом здесь присутствует внутри аналитической философии. Альфред Тарский. Тарский поставил цель определить предикат истины, используя в определениях только ясно приемлемые термины, избегая других неопределенных семантических терминов. Так вот, чего же он добился? Он добился необходимости построения мета-языка. Ну, что такое мета-язык? Это язык, который находится над языком. Для Тарского мета-язык является расширением объективного языка. Да, для определения предиката истины нужно также определить вспомогательные понятия. Выполняет и обозначает. Проще всего использовать само упомянутое выражение объективного языка. А, например, У обозначает, что У и УВ выполняют Х больше, чем У, только если И больше, чем У больше, чем В. Ну, блин, да. Мне сейчас, на самом деле, немножко лень думать об этом, обо всем. Поэтому Тарского мы действительно проскочим здесь. Альфред Тарский тоже работал на теории истины с точки зрения языка и высказываний. Потрясающе. Джон Лэнгшо Остин. Он известен своей интересной теорией речевых актов. Акты делятся на локутивный акт и локутивный акт. И перлокутивный акт. Так, сейчас. Что такое локутивный акт? Что такое локуция? Это речевой акт в отношении к используемой в его ходе языковым средствам. Я двигаю губами, я произношу некоторые звуки. Это локутивный акт. Это предмет семантики. А, и локутивный акт. Это речевой акт в отношении к поставленной цели или ряду условий. Вопрос, ответ, информирование, уверение, предупреждение, назначение, критика. Это предмет прагматики. Ну, то есть... А что здесь написано? Локутивный акт. Не знаю, критика там, не знаю, что можно было сказать. Мне сложно понять теорию Тарского. Например, утверждите критика. Тарский плохой философ сразу сверху. Вот, всё. Тарский плохой философ и локутивный акт. Привет. Но я так на самом деле не считаю. Просто копированная статья мне не очень сейчас поддаётся осмыслению, поэтому пропустим, к сожалению. Ответ на какое-то, в общем-то, утверждение. Это локутивный акт. Это когда мы вступаем с кем-то в беседу. Это акт, предназначенный для коммуникации. Локутивный акт. Это тот уровень акта речевого, когда мы просто какие-то звуки извергаем. Это локуция. И локутивный. Это когда мы это делаем для чего-то. Ну, в общем-то, вот. Например, хотим с вами повзаимодействовать каким-то образом. Хотим, причём, в отличие от перелокутивного акта, мы не хотим вызвать у вас какое-то действие. Мы с вами обмениваемся информацией, обмениваемся смыслами. Вот так. Вы мне там задаёте вопрос. Там, не знаю, сколько глаз у слона? А я отвечаю, два. Отлично, побеседовали, всё хорошо. И локутивный акт произошёл. А перелокутивный акт, это речевой акт в отношении к своим результатам. Ну, то есть, я говорю вам, Вася, закрой дверь. Вася, ничего мне не отвечает. Он встаёт и закрывает дверь. Или не закрывает. Ну, это неважно, потому что я поставил себе цель, чтобы Вася сделал это. Но Вася, Вася нет, Вася не захотел. А перелокутивный акт всё равно произошёл, но Вася просто вот не захотел этого делать. Негодяй. То есть, происходит не только общение, а речевой акт вызывает некое действие. Не знаю, я, например, говорю, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это перелокутивный акт. Действительно. Виллард Ван Орман Квайн. Замечательный. Восститель, на самом деле. Ну, по крайней мере, когда я его читал в статье, они мне очень сильно понравились. Философия, согласная Квайну, принципиально не отличается от естественных наук. Кстати, вот этот тезис мне тоже очень нравится. Выделяя лишь несколько... Он выделяется лишь несколько большей степенью общности своих положений и принципов. Физик говорит о каузальных, то есть причинностных связях определённых событий. Биолог о казуальных связях иного, каузальных связях иного типа. А философ же интересуется каузальной связью вообще. То есть, он изучает причины. Изучает то, как причинная связь вообще в принципе работает. Что значит обусловленность одного события другим? Какие типы вещей составляются в оккупности системы мира? Ну вот. Чем занимается философ? То есть, на самом деле, физик тоже занимается довольно-таки большим уровнем абстракции в данном случае. Вот эти вот степени общности признаков, принципов и положений. Да, у физика очень общее положение, у теоретического физика. А у философа аналитическая школа, опять же, заметим, потому что именно аналитики занимаются именно такой постановкой вопроса. Именно они исследуют причинностные связи. Другие тоже исследуют, но не всегда. Поэтому здесь тоже надо понимать, что аналитические философы имеют определённое своеобразное понимание того, что такое философия в принципе. Так вот. Собственно, свою позицию Квайн квалифицирует как натурализм или научный реализм. Квайн доказывал, что концептуальная схема языка определяет структуру антологии. Опять же, вспомним Вингенштейна. При экспликации антологической проблематики на языке экстенциональной логики он формирует свой знаменитый тетис. Быть значит быть значением связанной переменной. Ну, то есть, вы понимаете, да? Быть значит быть значением связанной переменной. Не знаю, коги-то-эрго-сум, там, не знаю, я мысль-существую. Потом, не знаю, любые другие значения. Что значит вообще быть? И вот в итоге вот это вот предложение интересное. Значит быть значением связанной переменной. Это же действительно относится к тому, что мы вот только что у него прочитали. Так, сейчас давайте выделим этот момент, чтобы его не пропустить. Так вот, здесь мы прочитали уже про каузальные связи. А вот быть значит значением связанной переменной. Предпочтение одних антологических картин другим объясняется сугубо прагматическими мотивами. Ну, это спорное утверждение. Но в его учении оно имело место. С этим связан и тезис антологической относительности, в соответствии с которым наше знание об объектах обусловлено теми научными теориями, которые мы используем. Ну, то есть, вот Хвайн, в отличие от большинства вот этих вот аналитических мыслителей, он не служанка науки в данном случае. Он нам говорит о том, что научные теории не абсолютны. То есть, у нас выбор происходит скорее вот по прагматическим мотивам, а не по истинностным. Сущее как таковое вне поля установления его языка и теории немыслимо. Немыслимо, но это не значит, что мы устанавливаем верное сущее как таковое. И из этого, в принципе, следует, что, ну, по Хвайну, познание вне языка и теории, конечно же, немыслимо, но при этом это не значит, что мы познаем сущее непосредственно. Вот прям вот, все, язык, язык связан с сущим, все, мы познаем. Как это было у многих других аналитических философов, которых мы изучали ради. Нет, все немножко сложнее в данном случае, но просто у нас другого выбора нет. То есть, онтологическая проблематика замыкается на проблему переводимости языков, естественных или искусственных. Но радикальный перевод по Хвайну является принципиально неопределенным, ибо предложение любого языка способно обозначать самые разные объекты, а способ их референции остается непрозрачным. Ну, то есть, неясным. В своей философии Хвайн широко использовал данные лингвистики, антропологии, бихверистической психологии, критикуя при этом психологический ментализм. Язык рассматривался им как важнейшая форма человеческого поведения, а наука как один из путей приспособления организма, один из путей, один из путей приспособления организма к окружающей среде, один из путей. Вот этим Хвайн мне на самом деле был все время интересен, вот таким вот подходом, то, что он не ограничивался только наукой как таковой. И отрицанием всего остального в принципе. Вот Хвайн в данном случае действительно очень интересный мыслитель для аналитической философии, действительно выделяющийся. Хвайн вел понятие стимульного значения в совокупности внешних стимулов, которые вызывают согласие и несогласие с произносимой фразой. И в этой связи исследовал проблему синонимии как тоже таких значений, как для говорящих на одном языке. Для говорящих на одном языке, ну то есть синонимию для говорящих на одном языке он исследовал. Ну то есть опять же проблемы все те же у Хвайна, что и у предыдущих мыслителей, но решал он их немножко по-другому. И решение у него довольно-таки интересное. Ну вот в общем-то и все. С аналитической философией мы закончили. Очень кратко мы ее обсудили, ну потому что мы и так уделили ей очень большое внимание по отношению к тому, с какими семимильными шагами мы двигались в данном курсе. Конечно мы не упомянули многих интереснейших, замечательных мыслителей. Дэммита того же мы не упомянули, к сожалению. Не упомянули, не знаю, того же Серли современного тоже мыслителя, тоже интересного довольно-таки. Но всех аналитических мыслителей не упомянули, потому что их действительно очень-очень много. И все они занимаются очень похожими в данном случае проблемами. Аналитическая философия интереснейшее ответвление западной философской традиции, опирающаяся с одной стороны на логику Аристотеля, а также на разработки поздних логиков и разбирающие проблемы языка, фактов их соотношения и реальности. Такой подход к исследованию в наши дни пользуется большой популярностью, а потому довольно трудно было бы обойти его стороной. От себя замечу, что аналитическая философия во многом игнорирует результаты континентальной и практически не считается с ней. В свою очередь континентальные мыслители в лучшем случае ссылаются на Витгенштейна, а в худшем ни на кого из аналитических философов. Ну то есть у нас здесь такая проблема непонимания двух философских традиций возникает и очень остро ставится, действительно. Да, так и формируется эта проблема взаимонедопонимания двух философских проектов. Впрочем, отметим, что аналитическая проблематика более узкоспециализирована, чем проблематика континентальной философии. Континенталы не ограничивают предмет своего исследования, а также методы решения тех или иных проблем. Ну то есть среди континентальных философов можем встретить кого угодно. Марксисты, ленинисты, проще это, садисты, экзистенциалисты, нитшианцы, кто угодно вообще. Ну туда все идут. Не знаю, феноменологи, хейдегирианцы. Вот-вот все, все-все-все туда, понапиханы по-разному. Люди с разными методами тоже друг друга не очень любят. Контианцы туда же идут. Неофрейдисты тоже там находятся. Ну вот-вот-вух, в континентальную философию все засунули, что только можно. А аналитическая, она такая более специальная, более специфическая, более единая и менее разнообразная. А в континентальной философии нет однозначной традиции, которая бы действительно воспроизводилась, так как есть множество традиций с разными методами и разными проблемными полями, которые довольно часто пересекаются, но эти пересечения не являются абсолютными. Вот в аналитической философии у нас наоборот какой-то выход за пределы вот этой вот традиции уже видится. О, он что-то новое придумал. Интересно, он какую-то новую проблему начал обсуждать частную на базе уже старых решений. Хм, это интересно. А с аналитической философией вот так мы будем ее рассматривать. А философию наоборот континентальную, вау, ничего себе. Так Хайдеггер, он же с ног на голову перевернул, не знаю, феноменологию Гуссерля, просто вот взял и перевернул ее, поставил на дистанциальные рельсы. Это довольно-таки интересно смотрится, конечно, но это настолько сильно отличается от позиции его учителя, что действительно чуть ли не составляет отдельную веху философии континентальной. Ну, например, вот, просто ученик и учитель в континентальной школе, они отличаются больше, чем мыслители аналитического направления, при этом никак не связанные между собой учительскими какими-то, в общем-то, обязанностями. Ну, то есть они не ученики, не учителя там какие-нибудь, но при этом они связаны друг с другом больше, чем, да, ученик и учитель в континентальной философии, например, известные. Так вот, к слову, именно по этой причине аналитическую философию некоторые изображают как единую философскую школу просто. Но так как мы с вами убедились, это, в принципе, не совсем все-таки верно, да. Она имеет свое разнообразие и свой интерес. Более того, давайте почерпнем главный плюс аналитической философии. Она более точная и однозначная, чем континентальная философия, чем практически любая философия доаналитической. То есть мы не будем говорить о том, что она истина. Мы не будем говорить о том, что она приблизилась к истине ближе, чем все остальные. Но с точки зрения точности постановки проблем, с точки зрения однозначности решений, с точки зрения такой вот математичности даже, аналитическая философия превосходит все остальные. В сущности, аналитические мыслители, да, действительно, они пожертвовали оригинальностью и разнообразием разбираемых предметов и методов, чтобы добиться максимальной доказательной точности. При этом мы, опять же, мы в процессе исследования некоторых вот этих вот аналитических мыслителей все же обратили внимание на то, что некоторые выводы, ну, берутся, ну, просто из ниоткуда. Рука есть, например. Это не доказывает то, что аналитические философы не пользовались доказательностью, это доказывает то, что в их философии есть определенные постулаты, которые все-таки, ну, не могут быть никак доказаны и опровергнуты. То есть, рука есть, мы можем на нее указать, это плохой аргумент. Ну, по сути, это плохой аргумент, он ничего нам не доказывает. Но какой другой может быть? В общем-то, проблема в этом и заключается. А какой другой аргумент можно в данном случае привести, чтобы доказать, что рука действительно существует. А это получается, да, такой здравый смысл. Мы либо опираемся на здравый смысл, вот именно тот здравый смысл Томаса Ридда, немного искаженный, правда, лишенный Бога, божественных концепций, а, ну, либо не опираемся. И в случае, если опираемся, да, мы говорим, она есть, бро. Или говорим, когда нам какой-нибудь Платон уверяет, обучает нас учению Парменида, и говорит нам, движение не существует, мы можем встать и начать ходить, например. Это контраргументы одного и того же уровня, получается, в данном случае. Но с другой стороны, а как? А как опровергнуть, что все вокруг иллюзия, и на самом деле реальный мир является неподвижным, как утверждал Парменид? Ну, то есть, это действительно сложно. Поэтому приходится опираться на постулаты. И на постулаты в том числе опирается философия и здравого смысла, и аналитическая философия. То, что постулаты вообще имеются в любой философской школе, это не говорит, что это плохие школы. В науке имеются постулаты, просто которые вот бам с неба упали ученым, и они бам их используют. Не знаю. Ну, мы уже разбирали тоже проблемы естественной установки с вами. Это те же самые проблемы. Постулаты, которые не основаны ни на чем, формируют на себе большие доказательные базы. То есть, в эти постулаты мы верим, и пока мы в них верим, все наши логические цепочки, в принципе, являются доказанными. Но проблема-то в том, что исходные положения, мы в них верим. Мы убеждены в том, что они истинные. И если мы сделаем их не истинными, то все логические построения дальнейшие разрушаются. То же самое с аналитической философией. Она пытается построить свою очень хорошо доказанную систему. А причем даже не одну систему, а несколько систем. И обсуждение ведется на очень тонкие, такие утонченные темы, связанные с языком и логикой. И это действительно хорошо. Это действительно, наверное, хороший пример того, как можно философствовать. Если бы аналитическая школа не была такой популярной и распространенной, а у нее было бы не так уж много представителей, то, наверное, она бы не заслуживала такой большой критики, на которую на нее обычно сваливается. Но популярность привлекает критиков. И эта критика, конечно же, ведется с точки зрения абсолютной истины. И, конечно же, ни одна философская школа, ни один философский стиль мышления не выдерживает такой критики. Ну, такова история философии. Даже наука не выдерживает. Ну, вот так уж получилось. Ну, думаю, все. Мы с вами немножко, немножко разобрались с аналитической философией. Узнали имена известных-известных мыслителей. Квайн, запомните, Остин, его теория актов, Тарский, Айр, Карнап, Шлик, Витгенштейн. Витгенштейн, обязательно запомните, Людвиг Витгенштейн действительно один из самых популярных мыслителей 20 века. Вот так вот получилось, что это один из самых знаменитых, влиятельных даже мыслителей 20 века. Наряду, наверное, с Хайдегером. Ну, тут они еще могут поспорить, кто из них более популярен. Ну, вот, Людвиг и Витгенштейн обязательно запомните. Рассел обязательно запомните, потому что Витгенштейн все-таки хоть чему-то у него научился. Все-таки, да. Вот у них, у Рассела и у Витгенштейна, как раз присутствуют такие отношения в духе учителя и ученик. Также не забывайте Мура и треугольник Фреги. Не забывайте. Вот портреты все тоже запомните. Потрясающе. Аналитическая философия. Курс мы с вами прошли. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Спасибо вам большое за то, что смотрите мои лекции. Следующая лекция будет предпоследней. Она будет посвящена континентальной философии. Я попробую уложить как можно больше учений в эту следующую лекцию. Континентальная философия очень богата и очень разнообразна. И мы попробуем с вами разобраться уже с ней. Спасибо еще раз за внимание. Восьмикратно с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok